Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. С нашего сайта вопросы, которые мне задавали в университетах, мы их озвучиваем. Попросили. Вопрос 2057, 8 том открытым оком. Святые отцы-пустынники умели бороться с бесами. Разве их опыт нам не нужен? Это мне вопрос задают. Ответ. Опыт нужен любой, даже отрицательный. Это тоже опыт и тоже результат от обратного. Смотри на меня и не делай так, и спасешься. Ни один из отшельников не может сказать, что апостол Павел ему брат, которому он подражает. 1 Коринфянам. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Вот так. Будьте подражателями мне, как я Христу. Монашество во всем, совсем, что вытекало из него, есть прямой вызов Новому Завету, вызов подвигу Христа, вызов апостольским подвигам. Монашество – это величайшая самость. Тысячелетнее отвержение подвига Христа, умоляющего за его заслуги, пытающийся своими силами достичь Царства Небесного. Римлянам. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить в собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Вот для них десятая глава римлянного, непереходимая. Это они прямо все в этом сидят. Антоний Великий. Теперь, кавычки открыты, оттуда взяты. Это я отвечаю на один вопрос. Посмотрите, сколько мест из разных житей, именно конкретно, по теме нескольких отстрочек взять. Пускай Осипов ответит. Давай. Антоний Великий. Имея внутри ограды немного воды, он стал там жить в полном уединении отшельником, никогда сам не выходя вон и к себе никого не принимая. Вот это да. Лишь два раза в год он принимал через кровлю хлеб, приносимый ему другом, которого он ранее просил об этом. Но с приносившим он не говорил ни слова. Вот понимаете, сидит, подал, через год приходит, подал меньше, кто выносил. Ну какое отношение это имеет к Духу Святому? Господь говорит, идите по всему миру, а я залезу, придумаю друга, он будет подавать. Друг работает, а я буду сидеть, только есть. Один раз в году. В такой непрерывной борьбе с бесами и в таком уединении вдали от людей преподобный Антоний прожил целых 20 лет. 20 лет. 20 лет все бесы там, он нашел, где бесы живут, и с ними живет, и борется, и борется, хлешется с ними. Получив этот дар, святой апостол Павел внушал второе коринфянам, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Он все узнает помыслы, дьявол умыслы, сидит и 20 лет. До 20 лет можно было уже 4 университета кончить. Нужно, чтобы и мы подражали апостолу и предупреждали других о том, что потерпели сами, и вообще наставляли взаимно друг друга. Хитро изменяя способы борьбы, они, если не могут привести человека помыслами, то пытаются обольстить или запугать его призраками. Принимая образ то женщины, то скорпиона, то превращаясь в какого-нибудь филикана высотой из храма, целые полки воинов или какие-либо другие призраки, которые все исчезают при первом же совершении крестного знамения. Если в этом узнают их обольщение, то они являются прорицателями и силятся, подобно пророкам предсказывать о будущих событиях. Он боится крестного знамения и добродетельной жизни праведников, и святой Антоний так говорит об этом. Великую силу возлюбленные братья имеют против дьявола чистая жизнь и непорочная вера в Бога. Поверьте моему опыту, для сатаны страшны бодрствования живущих по воле Божьей людей, их молитвы и посты, кротость, добровольная нищета, скромность, смирение, любовь, сдержанность, больше же всего их чистосердечная любовь ко Христу. На той горе, где жил преподобный Антоний, возникло множество монастырей. За все это придется отвечать Антонию. За докопанные таланты. А Антоний когда был, там мусульманства не было. Если бы проповедовали все мусульмане, два миллиарда были бы православные сегодня, голову-то не резали бы. Симеон Дивногорец, 24 мая. Он захотел подвязаться на еще более высоком столпе. Почему для него и был построен столб, имевший высоту 40 ступеней. Когда Симеон приготовился сходить на столб этот, то узнав об этом, к нему пришел архиепископ Антиохийский, также епископ Вселевкейский, слышавший ранее о подвигах этого юного юотрока. Придя в монастырь с клером своим, они, взяв с благоговения блаженного отрока, повели его с вожженными свечами сначала в церковь, во святой алтарь, где посвятили его в сан дьякона. Затем с пением псалмов возвели его на столб тот. И пребывал на том столбе святой Симеон восемь лет. Блаженный Симеон, пребывая на столбе и будучи укрываемым Богом от варваров, пришедших в цернуту с усердием, молился ко Господу, прося его отвратить в гнев свой от города и не отдавать его в руки врагов. Однако не мог умолить Бога и утолить праведного гнева Божия. В это время блаженному Симеону было от рождения девятнадцать лет. Ну что, это Тимофея сравнить можно с евангелистом Марком. Ничего не евангельского, ни одного движения нет. Но это пришло на смену Слова Божия, о чем Петр Мещеринов говорит. Никита Столбник, 24 мая. Кавычки открыты. С молодых лет он отличался жестоким и обидчивым характером. Устраивал возмущение и причинял людям много зла, привлекая их к суду и производя грабежи. Таких же подобных себе он имел друзей. Однажды, окончив свои занятия, он во время вечернего богослужения пришел в церковь и услышал следующее прочтенное там слово пророка Исаии. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваших от очей моих, перестаньте делать зло» и прочее. От этих слов он тотчас же пришел в ужас и, возвратившись домой, всю ночь провел без сна, размышляя об этих словах. На другой день, по своей привычке, он отправился к друзьям своим, развеселился в их обществе и просил их обедать у него в этот день. После всего он пришел на рынок купить провизии и, принесши ее домой, велел жене, чтобы она приготовила обед. И когда жена стала мыть мясо, то заметила, что из него необычно течет кровь. А потом, когда она положила его в горшок и стала варить, то увидела, что в горшке пенится кровь и выплывает на поверхность, то человечья рука, то голова, то ступни ног. От этого она пришла в ужас и рассказала мужу. Когда же он пришел и сам увидел то, о чем рассказала ему жена, то на долгое время его объял ужас. А потом, пришедший в себя, он с глубоким сердечным вздохом сказал, увы мне, много я согрешил. Вот. А до этого совесть не мучила. После этих слов, молясь и заливаясь слезами, он вышел из дома и, отшедшим на одном поприще от города, пришел в монастырь святого великомученика Никиты. Здесь он упал к ногам Игумена, всего монастыря и сказал, спаси погибающую душу. Я читал это. Да и что дальше? Изумленный такой необыкновенную перемену Никиты, Игумен сказал ему на это. Испытай себя, пробуй три дня у монастырских ворот, плачь, исповедуй грехи свои перед всеми, кто будет входить в монастырь и выходить из него. Никита так и сделал. Три дня он плакал и молился, исповедуй перед всеми грехи свои. После всего он увидел вблизи монастыря болотистое место, поросшее тростником и множество влетающих над ним мошек и комаров. Он пришел к этому месту, снял себе одежду и, вошедши совершенно ноги в болото, сел в тростник и стал молиться Богу. Ну где это? Какое отношение имеет к Евангелию? Это совершенно новая религия. По прошествии трех дней Игумен послал Инока посмотреть, что делает Никита. Инок пришел и, не найдя его монастырских ворот, после недолгих поисков нашел его в лежащем тростнике. Мошки и комары огромным облаком кружились над ним. Вернувшись в монастырь, Инок рассказал об этом Игумену. Тогда Игумен вместе с братьями монастыря пришел к Никите и увидев его в таком положении, что и тело его нельзя было разглядеть, так обильно текла из него кровь, сказал ему, сын мой, что ты это делаешь с собою? Никита же ничего другого не отвечал, а только говорил Игумену, отец, спаси погибающую душу. И сам его услышал Игумен, а больше заниматься монахом нечем. Теперь всех позвал, новое зрелище. Вот хватит на ролик, посмотрят они, пришли, Никита лежит совершенно голый, мошки над ним не заели. У нас такого еще не было. И теперь между ними разговор, да это только передают. Откуда-то знает Дмитрий Ростовский, писатель талантливый-то. Там другое, что может быть, было. После всего Игумен ввел его в монастырь, постриг выночество и поместил в тесную келью, где он стал пребывать в постоянных молитвах и пости, проводя безнадни и ночи. Почему как Николыча на Торсу не было? Что-то не то делайте. Идите в мир. Идите, несите свет Евангелия. Ничего подобного. В это время злокозненный враг стал наводить на него страх различными видениями. Но он ограждал себя от этих видений крестным знамением, призывая на помощь святого великомученика Никиту. И никому об этом не говорил. Вскоре Никита устроил себе близ церкви столб и выкопал узкую тропинку под церковную стену, которую и приходил в церковь на молитву. А как она себя придумать была? За такие подвиги он получил от Бога дар чудотворений, так как многие, одержимые различными недугами, приходя к нему, получали от него исцеление. Давно ищи чудеса и исцеления. Остальное не Евангелие, не Слово Божие, не Дух Святой. Ничего не надо. Кавычки закрыты. Дальше Николай, исповедник, 4 февраля. Это другое. Не чудотворец. Кавычки открыты. Родители Блаженного Николая были христиане. В раннем детстве он был отдан обучаться Слову Божию. Когда же отроку исполнилось 10 лет, и он уже достаточно навык в чтении священных книг, родители отослали его в Константинополь к дяде его, Блаженному Феофану, который был иноком в студийской обители. Феофан любезно принял своего племянника и отвел его к игумену в студийской обители преподобному Феодору. Преподобный Феодор, провидя, что отрок имеет быть избранным сосудом Божиим, благословил его и велел ему до времени оставаться вне монастыря, в особом здании, где помещалось училище для юношей. Когда же Николай пришел в возраст, игумен, видя его благоразумие, а равнокуроткий и смиренный нрав, поместил его внутри монастыря и постриг выноческий чин. Ни одного шага, ничего нет евангельского, совершенно. Даже намека нету, даже подобия никакого нету. После нескольких лет добродетельной жизни в монастыре, игумен принудил Николая принять и священство. Ну и так и никуда выйдет. Дальше. Сергий Радонежский, 25 сентября, кавычка Титы. Стремясь к отчельничеству, Варфоломей вместе с братом, своим Стефаном, отправился отыскивать место, удобное для пустынной жизни. Долго братья ходили по окрестным лесам, пока не пришли туда, где ныне возвышается монастырь Пресвятой Троицы, столь благославленный именем преподобного Сергия. Место из ее в то время было покрыто густым, дремущим лесом, которого не касалась рука человека. Ни одна дорога не пролегала через сей лес, ни одно жилище не стояло в нем, лишь только звери да птицы обитали здесь. Вот туда надо идти. То есть людей вообще не любят ничего, не понимают, но будут молиться за них. С горячей молитвой обратились к Богу братья, призывая Божие благословения на место будущего обитания, и придавали Его святой воле свою судьбу. Великой радостью был объят юный подвижник, когда увидел, что исполнилось заветное его желание. Почему не открыть Евангелие и не посмотреть? Хоть один шаг-то был, хотя бы один день-то был по Евангелии-то. Ничего нету. Семь дней новопостриженный инок неисходно пребывал в церкви. Он весь был объят радостью, и душа его горела божественным огнем и благочестивой ревностью. Святой Сергий, оставившись на том месте один, ревностно подвязался, умерщвлял свою плоть постом, бдением и многоразличными трудами, а во время лютой зимы, когда от мороза трескала земля, переносил он стужу в одной одежде. Вскоре под руководством преподобного собралось двенадцать человек, и долго не изменялось ей число. Если кто-либо из братьев постигал окончина, то на его место приходил другой. Так что многие усматривали всем числе совпадение. Число учеников преподобного было такое же, каково было учеников Господа нашего Иисуса Христа. Иные же сравнивали его с числом двенадцати колен израилевых. Пришедшие построили двенадцать келий. Сергий вместе с братьями обнес келий деревянным тыном. Так возник монастырь, существующий по благодати Божией до ныне. Вот здесь слово Господа, я не стал менять, почему оно с маленькой буквы даже не знаю. Господа нашего Иисуса Христа. Так оно и есть. Это оттуда скопировано. Псалом 136. Великопостная сеть храмовой пения. О пленных иудеях, как им исполнить месть, не осквернить свое богослужение. Немного, немного попросили там халдеи всего лишь песнь сионскую пропеть для усложнения врагов, чтобы мы пропели. Чтобы мы пропели? Беззвучным арфом. Долго там висеть? Долго там висеть. Ты совершенно неправильно считаешь. Тем более в той песне о столице им память обновил бы этот хор. Они ж поклялись собственной десницей не петь на зло врага и им в укор. Уже раздавленные, полностью разбитые, пророчествуют гибель тем, кто их пленил, их союзнику и дому это красной нитью, владенцам их о камень размозжить. Сегодняшние батюшки, епископ, сам патриарх, церковный, платный хор поют о плене, но совсем без риска. Им сладок плен, сергианский торт. Поют священники, и да воскреснет Бог по филармониям, и тешатся в театрах, и страшно вымывить. Да кто подумать мог, моление-то станет только стартом. Подпишут декларацию в плену, что радость злых врагов и наша радость, в лосяницу натянут пелену, на истину Господню славя пакость. Провозгласят, за веру нет гонений, курица ладан, сочные рулады, и даже мертвый ледоед, великий гений, прославит Ирода, поэнтийского Пилата. Своих младенцев будут разбивать от догмы никодимовской доктрины, и руки не отсохнут карфом прикипят. Царь в Вейлонской церкви, друг старинный. 15 сентября. Это один вопрос. Вот так он отвечен. Один вопрос. 15 минут пойдет.